всем привет это канал tina pro сижу тебе носки и с вами я кристина забыла название еще раз всем привет это канал tina pro сижу тебе носки и с вами я кристина живу в тюмени я прижи горик мы с вами не виделись давненечко а все потому что тюмень накрыла какими-то перепадами страшными сильными то плюс то минус то снег то дождь и вот это все и вроде как вы знаете погода должна быть уже весеннее солнышко у нас очень хмуро очень пасмурно и ветрено плюс эти магнитные бури на солнце в общем это все меня как метеозависимого человека ввергла в какую-то депрессию честно мне было очень тяжело все это время потому что состояние эмоционально очень скакала но я сильно зависимо от солнышка от погоды вот это все я принципе очень человек эмоциональный мне надо было родиться итальянцем вот это они это я они это я потому что сильная эмоциональная действительно и все вот эти скачки то есть у меня это все отражается на моем ментальном внутреннем состоянии но с учетом того что я мало вязала была в депрессии почти не виделась со своими вязальными подругами я все равно много что значит сделал и мне есть что вам показать и поэтому сейчас я буду показывать потому что я спасалась чем светотерапии а я вам показывала в прошлом видео что начала зеленый джемпер джемпер правильно джемпер да по описании пяти ткнет вам свитер октября называется вот я показывала вам этот образец а прекрасный и замечательный что я вам скажу не сильно много я его отвязала но как бы отвязала у меня есть корзинка с этим проектом вот такая и у меня даже не отвязана кокетка простите но нет почему потому что потому что темно и скучно мне его было вязать но я его продвинула довольно таки намного причем видите как я спасаюсь я просто его обвесила всего маркерами это мое спасение потому что что-то веселенькое она бремчит и вроде как тебе интересно я очень многое меняла хорошо что у меня очень много маркеров и я могу себе позволить их менять я сначала начала с юлиными потом переодела другие юлины потом переодела другие алёнины потом вернулась обратно на юлины маркеры и потом обратно вернулась вот сейчас на алёне и так у меня отвязано уже вот такое количество совсем чуть вот но чтобы вас не обманывала длина но вы понимали здесь уже более 350 петель кокетка закончится когда у меня здесь будет 416 петель то есть я уже буквально на финишной прямой вот и потом идет уже отделение рукавов но что могу сказать гладь вяжи да вяжи но темная монотонная скучная и мы не действительно вот в эти дни очень хотелось чего-то яркого чего-то необъемного небольшого в общем ну как-то вот так поэтому вот это конечно вязать совсем не хотелось хотя если было бы солнышко я бы с удовольствием это вязала потому что мне нравится зеленый я люблю на него смотреть от меня успокаивает это знаете такая услада для глаз для меня зеленый я не сказать что я прям сильно люблю носить на себе зеленый но вот созерцать зеленый мне очень нравится особенно какие-то природные цвета но я это уже оттенки точнее природные оттенки зеленого и сейчас что я вам покажу у меня тут вообще много чего я даже не знаю с чего начать ну знаете что тот кто есть у меня в telegram канале там я тоже немножко пропала но все равно что туда выкладывала то есть какие-то основные моменты я выкладывала ладно я выложила оставлю этот скажем так на десерт у меня значит что итак у меня здесь есть не то давайте вот с этого я вам показывала следки у меня есть следок и и выглядит он вот так уже я сделал айкорд айкорд я сделала тоже и секционки он один он один и у меня все все упадет и у меня есть к нему квадрат вот кстати мне умный человек сказал что говорит чтобы комментариях по мне написали чтобы не распускалась вот так вот одеть и вы видите я следую вашему совету спасибо в общем я не хочу вязать потому что вот это было интересно мне я поняла почему мне не нравится вязать во первых это поворотные во вторых я очень люблю носки вязать на круговых маленьких спицах ну вы знаете да а здесь приходится вязать на трио я поняла что мне не нравится вязать на трио ну в смысле не то что мне в принципе не нравится уже вязать не вот на своих вот этих маленьких спиц уличках я хочу купить хорошие красивые какие-то чтобы мне было приятно с ними работать чулочные спицы и возможно тогда тогда у меня появится желание и запал довязать эти слитки а пока ну знаете они у меня вне проекта вне какого-то вообще списка были то есть это спонтанно и поэтому лежат и лежат а может я вообще никогда нет у меня такого не может быть не знаете меня вот эти все недовязы они менятика тяготят тяготят и мне нужно либо от них избавиться то есть либо довязать его распустить либо выкинуть все я не люблю куда мне не вязать просто терпеть ненавижу и так это я вам показала само описание очень легкая ничего сложного нету единственное знаете все таки вот описание такое что надо под себя вот все все равно под себя вот нет такого я пока не вязал я мало ладно и очень мало вязала по описанию но пока мне не встречалась то описание которое ты берешь и просто вот вяжешь да потому что здесь у меня получила получалось другое количество петель подниматься у меня получалось что если я делаю вот как по описанию то у меня выходит пятка сильно низкая и у меня тут вот круговые ряды вот эти которые передает ай-кордом там должен быть один круговой ряд и уже пошел ай-корд а я тут делала по моему раз два три четыре круговых ряда четыре круговых да это три одного монотонный цвет один я делала в цвет ай-корда и уже потом делала ай-корд на три петли то есть как бы да иначе это пятка сидит низко вот тут сидит идеально пятка то есть как бы такое или там по количеству петель поднимает то есть автор пишет такое количество петель поднимать я когда поднимаю такое количество петель у некиты дыры получаются либо она стянутая вот так вот то есть я уже просто сама знаете как говорится по наитию поднимала эти петли и в целом получилось нормально но 2 я не свяжу потому что я бы тут ничего не записывал я же вязала по описанию и просто в процессе где-то что-то исправляла и конечно я это не зафиксировала нигде и то есть я у меня очень большие сомнения что у меня второй следок по я буду появится родиться и будет такой же они будут разных вообще этих короче сначала у меня был запал что я на вижу этих нас но это следков куча сейчас мне такого запала нет я говорю потому что мне не нравится вязать вот этими железными спицами 3 у китайскими они у меня два миллиметра 225 нет вот если я куплю например чулочные симфонии 225 и на них бы я бы конечно уже с удовольствием вязала бы надо купить но еще мне сильно хвалили гамовские знаете они идут реплика ади калибри по-моему ади и спицы чулочные разноцветные калибри и у гамы есть ну прям вот фактически один один одна проблема у них нету опять-таки размера 225 у них размеры половинчатый только то есть четвертинок нету я не готова на двойке вязать даже вот как бы так хотя я уже порвалась купить я уже кинула в корзину уже думаю заказывать и потом думаю ну зачем ну зачем потому что они идут размер двойки я ненавижу вот у меня какой-то не хочу ну во первых она получается у меня какая-то рядность она получается просто вот видите она стоит одну стоит она не пластичная хотя это артисан но у меня дело в том что у меня поворотное вязание у всех кстати круговое вязание более плотная у меня получается поворотное вязание плотно у меня бабушкина изнаночная я ее хорошо затягиваю то есть на у меня получается плотный а когда я переворачиваю я начинаю вязать за другую стенку потому что ну мне же нужно ее развернуть изнаночную бабушкину и как-то так выходит что у меня реально поворотное вязание ну очень намного плотнее чем круговое круговое у меня само по себе разное потому что большое ну вот по большому кругу круговое я вижу более расслаблены например чем вот маленькая рукав то есть тело я вижу с одной плотностью она рукав не надо переходить аж на пол размера спицу брать больше чтобы у меня была плотность такая же потому что почему-то на маленьких я вот подтягиваю ну вроде у многих такая проблема а вот с поворотным чтобы было как у меня я еще никого не встречала и все говорят что нужно брать спицу которая на размер меньше чтобы ей вязать изнаночные но на мне это не работает мне наоборот надо было получается больше до брать но извините когда ты вяжешь спицами на двойке куда вот на два с половиной но это сильно уже много поэтому мне просто нужны чулочные спицы 225 и все будет хорошо я опять что-то тра-та-та-та-та-та-та-та показываю дальше у меня есть здесь по крайней мере две готовые работы у меня есть носки я они готовы но почему-то я их еще не не постирала кончики не заправил такое настроение у меня есть вот такие носочки так это прямо два их прозвали одуванчики нет они не наизнанке они такие есть вот они такие веселые это все из водопада а знаете что я их постираю заблокирую и вот тут сейчас вы будете смотреть уже вот это вот но красивая и законченная мне очень понравилось вязать но что для меня было удивительно это то что водопад разный однотонный водопад он потоньше он более грубее а вот секционный водопад он более плотный хотя может быть это опять же там разные партии вот это все тем более водопад это уже давно раритет его больше нету и это носочки в коробочку у меня есть две коробочки в которой нужно было связать что-то новое и маринай требовала новое и свяжу в моменте тоже новое а тут у меня новая это я связала первый раз для себя пятку от скуки что могу сказать ту пятку которую предполагает автор я вязать не стала потому что мне все просто в голос начали говорить она огромная кристина делай клин подъема меньше делай петель меньше и так далее так далее и я послушалась сделала и уже по то есть когда вязала поняла что я сделала правильно что пятка и так получилось выдающаяся но сидит она хорошо вот что я хочу сказать вязать то мне не то чтобы понравилось но мне нравится как это сидит носит действительно вообще неплохо и ее получилось очень довольно легко высчитать потому что она высчитывается ровно так же как пятка бумеранг точно так же как моя французская пятка то есть у меня по сантиметрам вообще все сошлось вообще в отличие от кстати стоп я вспомнила какие носки я вам не показала я и сейчас принесу поставим на паузу я вернулась так продолжу с этими носками значит эту пятку было легко рассчитать я имею ввиду поступил я вязала их от маска тут 64 петли но они получились знаете не сказать что ну короче нормальные и размеры где-то 39 40 я еще сделала ревизию своих носков поняла что у меня очень мало маленьких носков маленьких размеров а у меня лучшая подружка с маленьким размером у меня ее мама и бабушка с маленьким размером я тоже бы хотела вязать что я их этих девчонок люблю вот и у меня еще свекровь и мама мужа она тоже имеет маленький размер а я их а я все же вижу на себя все на себя вижу все мне поэтому я сделала ревизию оказалось у меня много размеров 38 а 37 39 38 40 то есть меня все равно это же она же все тянется то есть я измеряю и прикидываю что вот один два размера поэтому поэтому я сейчас заканчиваю вязать все вот на 39 40 своих размеров потому что очень много надо вязать на чуть чуть побольше не из девочки с чуть побольше ногой и есть девочки с крохотульками ножками вот в общем ну вот тут вот вы оценили ну красивые да ну хороши мне нравятся и вот они там не сильно подняли настроение прям сильно прям ну вот так еще готовые работы не давайте будем разбавлять с процессами а то что потом процесс 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 так у меня была авантюра носочная авантюра вот тут вот увидите я опять же в прошлом видео показывала что я сфотографировала моточки подобрала туда-сюда и я связала я поняла что мне вообще не нравится что получается я все нафиг распустила и решила что я буду перевязывать все обиделась я начну эту авантюру потому что вроде я подобрала знаете вроде бы подобрала в цвет все кубочки а они так то есть они так выпали что они вообще вот рядом ну было свет ну вот вы видите мне не нравится это я считаю некрасиво и на фотографии я связала меньше то есть я вывязала по идее больше просто уже не сфотографировала и потом когда поняла что ну мне совсем вообще не нравится я распустила в ноль и связала вот такую вот это уже конечно это тоже носки из остатков и вот это вот серо-голубой такой синий это вырезки и злоносы это были маски маски у прошлой заготовки а вот это накобоха вот это вот это знаете там такой цвет типа штучка на берегу штучка на берегу ну ты так как мальдивы короче и все это связью то есть основной цвет у меня такая синяя вязь и получилось вот так а красота а то есть вот это серо-голубой у меня уже закончился я возьму уже другой цвет присоединю и также пойду полосками вот вот такой мне нравится и сюда так здорово подходят вот эти вот хранители прогресса от юли черновой и вот этот вот маркирочек вот аленки вот алены извините так покажу еще одну готовую работу которая меня расстроила это вообще моя неудача я думаю ну там и знаете несколько вариантов распустить и как бы в ящик перевязать и сжечь вот три варианта я склоняюсь к третьему это видеть еще даже не за правило потому что не знаю что делать бактус это бактус ну во первых этот супер незакручивающаяся край супер закручивается вот этот а это во первых во вторых этот закручивающийся край меня бесит и в третьих я не могу смотреть на этот закручивающийся край вся проблема закручиваемся края я не могу вязать это платочкой потому что во первых мне не нравится платочка вообще во вторых я можно было сэфи шарфик сделать платочка если бы это было носочная ниточка ну то есть я веду метраж носочный до 400 420 здесь 190 не помню ну короче даже если мы круглим 200 то есть если это вязать платочкой это будет просто толстое полотно а если мы вот так накручиваем то есть вот это уже толстый понимаете вот это уже толстый вот это уже хомут огромный у меня на шее а теперь представьте то же самое будет в платочке она будет просто вот такое я не совсем понимаю вообще не понимаю прикол именно вот в моем в моем гардеробе софи шарфика потому что мне что такое нужно одевать под пальто а пальто у меня имеется вот такого выреза то есть мне надо чтобы у меня закрывалась вот это вот все что не надо чтобы она закрывалась софи шарфик он как бы вот он как бы вот так тут вот он мне ничего не закроет то есть знаете горло в тепле сиськи на проветривание ну извините но получается что так нет не такое не подходит поэтому я хотела связать более большой бактус но как видите вот это неудача я не знаю я вот если честно в принципе готова это распустить и просто подарить эту пряжу кому-то может быть кто-то хочет я и даже готова выпрямить либо прям вот так вот подарить сами распускайте знаете ли но я не хочу мне не понравилось ровница у меня есть еще одна такая пасма и я наверно той пасмы тоже буду избавляться я ее наверное выставлю на обмен у нас у девочек в нашем компьютере комьюнити визуальном тюменском есть уже такая как бы традиция мы приносим пряжу на обмен и меняемся я кстати у меня есть уже много обмененной пряжи и чуть купленной пряжи собирается на отдельное видео в общем я так расстроилась но мне понравилось его вязать в том плане что кого я обманывал мне не понравилось его обязательно не понравилось обязательно эту пряжу потому что мне не нравится ровница все на этом я закончила мне не нравится ровница и я не знаю что с такой пряжи принципе вязать то есть я не вижу из такой пряжи не плечевое не шапки мне кажется это как-то ну то есть такую шапку это простите но это вот шапка городской сумасшедший ну серьезно ну серьезно ну вы посмотрите ну как что вот это сейчас найдутся кто скажет тебе идет не дай бог попробуйте не идет я не могу я не буду такую шапку носить для ребенка для девочки круто ярко особенно это твой ребенок ты вот значит пустил туда куда-то в эту песочницу значит в детскую и ты ее уже по шапке видишь где твоя на бегает такое да но взрослой тетеньки извините особенно взрослой тетеньки которая одевается в моем стиле я не могу я не могу ходить такой шапки для носков мне это очень толсто с учетом того что это ровница в домашних условиях для домашних носков они просто я не знаю они что они превратятся в уличных ну в обувь ну там еще хуже и в принципе они толстые опять же то есть я не кроме того что это красивая пасма все плюсы закончились переключаемся к другому так это я вам тоже показала меня тут почти ну ладно не то чтобы меня не то что меня застыдили но я так почувствовал укол совести потому что я обещала начать носки из своих хлопков значит пряжа которая купила ланс дунорд у меня девушка спрашивает ночью вы там как-то носки вяжите нет и я начала вязать и у меня вот что получилось это цвет 106 очень красивый я вижу конечно с люрексом с той стороны достала конечно вижу с люрексом моток не тут нет я бы вам показала моток изначально разделен на две части вот и это на самом деле очень удобно очень сильно удобно потому что ты не паришься то есть я сразу размотала на два одинаковых клубка и как бы начала вязать все тут есть разделительная светлая нить правда на не сильно понятно потому что заканчивается здесь тоже каким-то каким-то персиковым и вот как бы такой куда светло-светло кремовый какой-то пломбирный вот значит что тут у нас у нас тут все прекрасно все красиво мне очень нравится знаете что я сделал я сделала как на превью вот такой подгиб такая манжета она двойная это просто почему я так сделала потому что я попробую я знаете сколько это раз распускала потому что я не знала какой сделать край я хотела начать именно отсюда потому что здесь я откровенно не хотела вот вставлять вот этот белый и я думала а вдруг мне наверх не хватит а вдруг так а вдруг вся я решила вязать отсюда чтобы понимать на какой размер мне вязать носок хватит ли мне на мой размер с условием того что я не буду включать этот светлый цвет и если хватит то здорово если не хватит ну печали я свяжу на кого-то другого такие прекрасные носки ничего страшного вот а я сюда вязала эластан вот первые пять рядов меня с эластаном и он прекрасно держит он прекрасно видите обратно возвращаются и вот такой край мне офигеть как нравится я для себя как-то его открыла и я его буду повторять значит пряжа вансдуно и вот такой люрекс золотой его мне дарила на 8 марта ксюша симпатичный красивый я люблю люрекс это это вот мое носочка мне понравилось там есть по моему лайкро где тут собой ничего даже нет я не взяла вам показать ну в общем он такой она тянущаяся он хлопок он чувствуется но он такое знаете бархатистый какой-то такой очень приятный и он пружинистый но не такое чтобы вот то есть в резинку я бы все-таки какой-нибудь эластан вам советовала добавлять просто потому что а чтобы вас вот потом вот так вот нога из стакана такого широкого не торчала потому что все равно она будет расходиться то есть то что но по ноге будет расходиться это пожалуйста ну вас будет манжеты держать вот поэтому я вижу я тут остановилась потому что вот тут уже пошел розовый я посмотрела по цветной и цветовой схеме я понимаю что мне здесь не нужно до вывязывать начинать клин подъема вот да и потом приходить к пятке но чтобы это делать не надо вторую манжету отвязать ящика не приступила итак это я вам показала готовая работа еще одна готовая работа это носки из партисима это сток сток по моему из тепло италии вот такие красивые носки очень мне кажется прям да смотрите ну какова красота они мне очень нравятся и они будут не мне они будут наверно не мне они будут наверно ксюши хотя ксюша у них тут разные мыски поэтому у ксюша просто пунктик по поводу того что они должны быть одинаковые вообще на скидок они одинаково но тут есть вот такое расхождение неприятненько но у меня просто так обидно у меня случился узел но это сток и этот узел я почему-то пропустила потому что я обычно на вот когда я разматываю на кейке сток я пишу там допустим я их не обрезаю эти узлы потому что ну пусть они будут я пишу допустим там то есть у меня на кейке у меня значит бумажечка и я там пишу что просто смотрю показать мне нету тут пишу там два узла я готова потому что там два узла или там один разрыв то есть я понимаю что там нитка кончается и в следующий что мне надо будет подбирать а тут у меня пряжи было меньше чем 100 грамм и у меня почти не осталось остатка и дело в том что у меня остаток остался ну вот голубой вот этот вот голубой было чуть-чуть вот этого то есть у меня не было возможности обрезать секцию меняю просто или секции не было чтобы два мыска сделать одинаково поэтому вот то что у меня серая была я просто вот его вставила то есть вот здесь вот это как оно должно быть а вот это вот это просто остатки серого от вот этого вот так вот то есть все кончилась пряжа но слушайте на все нормально здесь опять таки тоже вот это вот оля что-то новое это будет наверно свежу в моменте это я вязала первый раз пятку стронг именно классическую я никогда не вязала пятку стронг знаете что самое интересное это самая распространенная пятка на которую нет прям вот хорошего мастер-класса ну то есть она наверное есть допустим знаете в рамках какого-то другого мастер-класс допустим вяжем вот такие носки с пяткой типа стронг но нет хорошего мастер-класса просто отдельно на пятку стронг я искала вообще это было и я взяла из описания вообще других носков и просто увидела что там описание имеет пятка стронг я просто этому описанию вязала потому что она так легко вяжется совершенно легко но видимо из-за этого вязальщицы не объясняют не объясняю и даже в книжке гениальные носки там тоже под вообще по-дурацки совершенно описано совершенно дурацки короче я не сильно поняла потом как поняла думаю господи какая я не умная ну думаю ладно всегда что-то новое вязать очень тяжело хотя я вам скажу пятку от скуки я связала легко и быстро то есть у меня вообще там не возникло особо никаких вопросов то есть ты сразу понимаешь здесь я немножко затупила потому что я вязала авторскую пятку на базе пятки стронг и из-за этого я запуталась потому что там после вывязывания чашечки мы уходим на убавление вот сюда а здесь по сути ты как пошла на убавление от чашечки то чашечки то нету ты пошла на убавление так тебе и нужно убавить все петли которые ты прибавила я к этому просто была не готова я такая не понимала я думаю там все-таки все равно чашку мы как-то вывязываем а потом что-то как-то по-другому идет я искала где же написано как то а там просто ну типа и убавляйте поворотным вязанием я почему-то думала что может быть когда мы перейдем на круг почему не на круг я бы так и короче я вывязала пятку и пошла кругом убавлять понимаешь что что-то не так получается такая надо искать надо искать ну я в общем нашла вот по описанию я не помню у какого автора просто там описание каких-то там мажурных носков чего-то там и там была вот эта пятка я посмотрела что оказывается вот надо просто как чашку пятки и мы не вывязываем просто идем на убавление и все и пошли вот так очень многое рассказываю про эти носки но мне очень нравится цвет мне кажется что носки получились очень крутыми очень а еще и из-за того что она сидит интересно я не понимала когда мне начинать повязывать мысок мысок и привязывал очень много раз потому что я не понимала где должна сидеть эта пятка потому что в авторской пятки у нас есть прим то есть пятка точно нас есть я понимаю что пятка должна быть в от прямо на пятки а здесь она должна как сидеть там на половине пятки как бумеранг до у нас сидит либо она должна также сидеть нужно как французская сидеть и я не понимала как ее я одевала и то есть она и и как вот как вам сказать она может сидеть и как бумеранг да и тогда пятка получается надо меньше связать ее можно начнуть как по как пятку подковы то есть вот это вот место полностью вот от пяточки вот так вот и я так свяжу она мне маленькая так свяжу она мне какая-то длинная короче перевязывала маски три раза три раза у меня вообще такого никогда не было только потому что я не понимала как на ногу посадить этот носок то есть по длине как мне комфортно как это красиво а в итоге я ее посадила как французскую пятку то есть пяточка вот вот это полностью это все стенка пятки и вот чашка пятки которая здесь по сути нету вот чашка пятки то есть все вот это одна начинается четко отсюда и пошла вот так вот я ее связала это на размер 40 носки мне понравилось чисто из пряжи вязать потому что она прям очень приятная нитка она и расцветка очень красиво и сама нитка очень приятная она такая пухленькая она такая прям плотненько ну прям вот любо-дорого как говорится все теперь сейчас самое вкусное осталось ребята я начала красить пряжу да вот так вот вот так я все собиралась собралась ну круче и я не то что украшу пряжу я уже с этой пряжи и сейчас я вам покажу во первых у меня есть задание связать космические носки и я их вижу у меня есть вот такой классный люрекс мне подарила катюша гурова вообще классный я себе накрасила вот такую пряжу вот я накрасила себе 50 грамм и я себе вижу офигенные космические носки вот и у меня уже вот ну вот скажите что это очень классно очень красиво это вязь конечно и вот тут вот мой самокрас мне сильно нравится как она ложится это вообще пищевые красители теперь это самая первая на опасно она окрашена пищевыми красителями из магазина магнит красители за 29 рублей и там всего четыре красителя желтый синий розовый и зеленый вот что у меня получилось и мне нравится это весь не красиво вся грамм вязи это прям и остатки остатков вот но не знаю как вам мне нравится вот для 1 пас мы вообще отлично дальше я покрасила еще я нашла еще остатки вязи в закромах причем напомню учтенная была потому что я перебирала и нашла и накрасила я вот тут вот вставлю как она выглядела в пасме и вот тут тоже вставлю когда вы посмотрите ой все а вот эту я решила подарить насти мои вязальные подруги почти почему-то пряжу не дарила и я не знаю почему мне так захотелось есть что-то покрасить и ну вот так вот как она очень красиво ложится в полотно я покажу тоже фотографию потому что я чуть-чуть повязала и вот то есть если это совместить с чем-то в принципе тут тоже хорошо и вязь ляжет мне кажется и для здесь хорошо себя покажет вот такая ну тут и знаете вот какой не приложи мне кажется все хорошо у меня тут есть юлина ой тоже красиво смотрите как смотрится юлина орхидея короче тут любые фиолетовый розовый голубые какие хочешь вообще это конечно нет но я чисто вот чтобы вот для своих тоже как здорово так господи чего я вам куда-то тыкую не туда вот классно классно вот это пойдет насти в подарок и она такая она точно сразу там будет вязать поэтому я увижу результат этих носочков надо только с чем-нибудь скомпоновать может быть я и даже найду что некие достатки есть я и да с тема можно было это скомпоновать вот и еще я накрою сила другим своим девочкам но уже не в подарок как бы ну окрашивание в подарок но это было окрашивание за пряжу я крашу за пряжу но только подружкам то есть я придумала что за 2 то есть у первых они мне дают пряжу я и украшу и за 2 окрашена окрашенных пряжи они не должны один белый моток вот такая математика и я значит накрасила накрасила сейчас я покажу у меня заказаться вообще не все пасмы на самом деле представляете надо наверное сходить и принести сейчас просите пожалуйста что я так немножко не подготовилась потому что как-то я что ли отвыкла снимать видео поэтому ну вот так в общем у меня тут целая козелька накрашенной пряжи что-то мне что-то не мне и сейчас я буду вам показывать вот эту пряжу что это было я ее немножко уже немножко я ее уже перемотала вообще немножко вот такая красота это очень красивая пасма эту пасму я покрасила для кати дело в том что то что я начала красить это полностью катина заслуга екатерина привет тебе большой огромный я думаю что ты сама вообще ни разу не пожалела что я начала красить когда я упомянула о том что я хочу красить я вроде как бы собралась но еще как бы так вот-вот но не сегодня как говорится со дня на день с года на год буду красить катя говорит все я горит на твою на твою адрес заказываю вязь белую может мы разговаривали игру что вот мне понравилось как мне покрасила юля вязь и вязь она по ощущениям гораздо лучше чем супер шаг она такая вязь отлично я заказываю на твоего адрес три вши горит две красишь не одну горит себе забираешь все пришла вязь кристина красит откуда мне было деваться когда катя заказала на меня вязь я тут же побежала заказала простые красители но пока простых красителей не мне не пришло вот это вот я покрасила пищевыми вот это вот тоже пищевые красители и причем помню по мне достойно но единственное но все-таки профессиональные красители они требуют меньшего времени то есть это если мы говорим про время затратное а это время затратное капец как то конечно лучше это делать профессиональными красителями но если чисто для себя и вы располагаете временем то можно красить пищевыми красителями вообще куча мастер-классов там я это делала методом как этом горячим варенье то есть я прям купила там гастроемкости все это есть у меня еще старый противень который я использовала и все как бы хорошо вот но я к тому что если чисто вот как-то не в такие просто я такой хомяк что мне надо сразу много мне надо научиться я сразу хочу чего-то достичь в этом я смотрю куча видео там учусь тут же экспериментирую то есть ну то есть если допустим юля подошла к вопросу окрашивания пряжи вот так потому что 1 тонн сделать очень трудно я это знаю уже вот и она подошла к этому вот так то есть она это изучает то чтобы не портить пряжу понимаете то у меня натура вообще не такая вот это вот скрупулезно дотошно не могу мне надо сразу экспериментировать я сразу это добавить это бухнуть вот так сделать вот так сделать вот эти цена смешать крапок накрапать и понятно что из этого есть нюансы вот но не знаю это все очень нивелирует и мне мне нравится что у него вот я не все равно нравится вот этого как это может не нравиться это же просто красота так это дальше я еще покрасила еще 50 грамм вот то есть я свою вязь которая у меня было 100 грамм не размотала на 2 по 50 грамм что у меня в среднем уходит 50 грамм на носок именно секционки потому что я редко вижу вот так это просто очень красивая раскраска и вот какой-то секционку ой однотон какой-то сюда мне даже не хотелось вообще приплетать хотелось вот полностью так но чаще всего все таки я люблю сочетать это с однотоном и я покрасила себе вот такую красоту о как красиво да но это мне прям напоминать и вот картинку вставлю вот это вот такой лес изумрудный я по-моему это и какой-то изумрудный лес в пасме он был выглядел иначе но вот эти вот пасмы они почему выглядят не так как я их красила то есть у них сбитый рисунок потому что мы разматывали с мужем их вот так на руках а потом я купила зонт а я купила зонт и у зонта конечно радиус он огромный и когда я уже приматывала зондом то вот получилось вот так 2 2 50 грамм у меня уже в работе я вижу носочек сейчас покажу и не могу к сожалению я вам показать пасму а фотография у меня есть есть ну в общем покажу она получилась знаете как это сказать грязнее что ли потому что вот тут вот я набухала крапок но я их не выдержала до должное время и мне кажется я их набухала мало надо было больше и вместо того чтобы получились четкие красивые крапинки у меня получились какие-то ну как будто бы грязные пятна но в полотне это смотрится еще куда не шло ну вот так это выглядит в клубочке принципе как бы нормально и как это выглядит в полотне это выглядит полосками я красила ее так чтобы она легла полосками и полосками им просто так чтобы она легла по спирали то есть и вяжешь чтобы спиралью как типа helix а до выкладывались полосочки и у меня получилось я вам скажу это было тяжело это было тяжело но я справилась и я сейчас покажу ну конечно я с юрикса вот с таким очень красивый юрикс так и вот такой носочек но по-моему сильно красиво видите это ложится вот так вот вот такими полосками и она идет как бы спиралью вот вот это это просто розовый artisan и вот отсюда уже пошло и вот здесь вот вот по розовому а тут прям по белому вот видите то есть чуть-чуть тут понятно ничего не видно потому чем белая полоска и чуть 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 видно вот тут а ты снега тут и она вот пошла вот она и вот она пошла расширяться расширяться и все и она вот так вот закручивается спиралью идет о и мне очень нравится как это получается сильно нравится буду вязать дальше и вяжется на самом деле очень интересно так дальше дальше у меня я еще покажу значит когда я вот эту вот пасму покрасила моих девчонок случился фурор ксюша соленой сказали что им тоже такое надо я конечно побухтела и сказала о том что повторять это вообще плохо потому что я же взялась за это чтобы учиться и а это повтор повтор но я сделала совсем по-другому у меня пасмы нету алена просила я покажу фотографию ты пасма алена попросила перемотать ее в кейк и я считаю просто излишне то есть это пилот это пилот 2 и они очень разные хотя они плюс-минус одни цвета да но я и сделала по-разному и 3 пилот это пилот для ксюши вот это это такой он более яркий сочный и в нем много крапушек это алёнин а это ксюшин он более нежный он более 9 а это еще не сильно красивая пасма потому что она вот просто высохла то есть я готовую пасму на высыхает я ее одеваю на зонт и перематываю то есть сначала на моталку условно да потом опять в пасму и эту пасму потом красиво скручиваю потому что понятно что в моменте стирки вот она вот тут всякое вылазит вот это все я ее потом аккуратно сматываю и получается все красиво то есть получается на потом вот такая то есть видно что вот это она такая торчит у нее всякая а это уже очень красиво смотрана вот ну скажите красиво да я очень надеюсь очень сильно надеюсь что девочки не будут жлобиться я в скором времени увижу из своих пасм красивые носки мне очень нравится как она выкладываться будет еще одну пасму которую я покрасила для катя ну вот как ты у меня ассоциативно до розовый вот этот вот я и красил это тоже была именно ассоциация с нашей катей то есть вот так вот как я вижу я катю вижу вообще вот так вот я вот так катя вижу то есть катя у меня вот такая она такая девушка солнце девушка весны и вот то есть для меня это тоже какой-то я назвала сначала его вот когда он у меня варился я подумал что это похоже знаете на лесной мох но потом я поняла что это же просто вот весенняя весна вот вот та вот зелень которая она только-только начинается вот эти вот знаете прям цвет свежий а вот эти крапушки это вот эти вот почки еще местами набухшие еще не распустившиеся видите то есть вот у меня еще есть остатки окрашивания просто спрятала чтобы вам показать я говорю что я еще их не перематывал то никак высохли я просто эту пасму смотала еще будет красивая перемотка но да вы же уже видите что это но это сильно красиво и вот это все это вот катя катя большое спасибо тебе за то что ты меня вот так вот казалось бы не сильно очевидным но напористым образом просто действительно сильно замотивировала красить пряжу потому что я нашла для себя в этом какую-то душину мне очень нравится я вообще человек творческий очень долго время я рисовала то есть ну я такой художник-самоучка а потом перешла в фотографию и мне всегда нравилась более художественная фотография нежели чем ну вот какие-то такие знаете студийные постановочные свадьбы это все я за это почти не бралась поэтому меня просто поглотила вот окрашивание пряжи это что то есть я прям кайфую я кайфую меня уже начинают спрашивать по поводу продажи да я не знаю я пока дайте мне хотя бы дайте мне хотя бы я не знаю я поучиться я же не могу с косяками то есть если продавать и надо делать хорошо не могу с косяками делать если я и буду продавать пряжу знаете только из наличия то есть когда меня вдохновление придет что-то накрасить каких-то цветов и и это то есть какие-то на заказ точно нет и так потом а я это вчера это я все вчера у меня не все а вот вот это вот это и вот это это все я красила вчера и мне кстати еще надо покрасить так еще мне надо покрасить одну пасму до завтра на завтра сходка наших не надо покрасить сегодня пасу короче я покрасила себе пасу мне хотелось что-то такое огненное потому что так хочется солнца так хочется тепла и у меня родилась вот такая опасно и она мне очень нравится сначала я хотела ее отдать потому что я еще должна светлане пасму но во-первых у светланы я брала вязь а это артисан и артисан я разматывала себе и так как я сначала я красила себе но потом наверное если я не покрашу для света дам ее свете потом подумал о том что я у света взяла вязь а вязь она лучше вязь она лучше лучше артисан лучше вошь я не знаю девочки которые красят заметили ли вы разницу вот юля точная и вязь красила и и артисан я думаю она красила и супер вошь она красила я вам скажу что вязь гораздо как-то лучше краситься вот так вот она но видимо дело вопрос обработки именно шерсти потому что вязь она впитывает пигмент прям хорошо и быстро а вот допустим потому что я вот здесь будто фотография видео я красила одновременно вот эти две пасмы и вот это вязь а вот это супер вошь и до супер вошь она такая нежная вязь она такая шерстистая только ух вот но она не колючая в плане прям на просто то есть она суховатая на шерстиста это прям мягенькая хотя они плюс-минус одинаково красились они стирались в одинаковых средствах но вот так вот и вот эта вязь она быстрее схватывалась вот это супер шай я над ней прям пыхтела то есть на прям заставила немножко потрудиться побольше просто до этого все вот это вот вот это все это грязь это вязь это розовая это все дать и мне очень дать справиться девочки тем более это недорого кто значит вот это тоже вязь это моя вязь нам и вот эта вязь это все вязь и она мне нравится поэтому я решила что будет не совсем как бы честно да ну и что греха таить я хочу эту пасму я и украсила это моя естественно я имею такие привилегии слова забыла что я могу и и свет ставить вот сегодня я покрашу вязь для света и и она говорила что она любит такие синие голубые цитаты уме 7 не изменяет память и я наверно что-то таких цветах покрашу почему бы нет это кстати пищевые красители это простые красители профессиональные это соответственно тоже хотя желтый здесь здесь и здесь желтый пищевой а вот это здесь почти все это пищевой пищевой краситель здесь чуть-чуть зеленого яблока и цукини по моему чуть-чуть в основном зеленый и желтый из пищевых красителей вот так а это прям полностью 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 пищевой краситель и И вот красные крапушки вот эти я делала тоже. Правда, пищевой украситель, он там солью. Я мешала соль с лимонной кислотой. И вот так делала крапушки. Иначе от соли они вообще не схватываются. Ну, все. Это все мое накрашенное. Это все вот так вот. Ну что, я надеюсь, вам понравилось. Мне понравилось. Я избавилась от какой-то такой вот своей депрессии. Потому что вот эта цветотерапия, ну, она не может не помочь. Просто посмотрите, какая это красота. Конечно же, это все мне помогло. Я такая... Во-первых, как может не помочь пряжа? А когда пряжа такая красивая, ну вот, на мой. Ой, из какого момента? К сожалению, как вы уже поняли, у меня часть видео просто не записалась. Поэтому прощаюсь я с вами вот так. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Всех люблю. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...